Так, сейчас мы попытаемся догнать вот этих чая. У нас случился сейчас небольшой эксцесс, мы чуть не потонули на первом катамаране. Вот что значит уметь летать. Сорится много туалетов. Надеюсь, что это дуб. Я, короче, в деревьях полный дуб. Скуп, надо справляться с препятствиями, поэтому всё нормально. Наверняка вы в своей жизни пробовали баклажан когда-нибудь, ну или, по крайней мере, о них слышали. Так вот, как он выглядит. Катамаран наш тонет, надо возвращаться обратно. Не пищи, скуп, только говорю, что ты спокойно себя ведёшь, то я, блин, типа из-за тебя людей обманываю. Так, главное не сесть на мель, как нам сказали. Царицыно, великолепное место. За один день вот так вот, за один поход не окучить. 5 баллов, 5 баллов. Мерката, вы прямо красавчики. Но встретимся фразами честными, задержками на двои. Губительная слабость, на двои. Губительная радость. Мурашки, поцые ноги, по холодному паркету. Так, ну что у нас сегодня? Сегодня у нас Царицыно. И сегодня у нас по плану пройти 10 километров, максимально надышаться свежим воздухом этого восхитительного леса. Ну и, собственно, что? Обзорчик. Давно я не был в Царицыно. Наверное, год точно. Посмотрим, что у нас за этот год здесь изменилось. Так, ну что, гуляем по тропиночкам. Джесс говорит, что год назад, когда она здесь была, здесь тропиночек таких прекрасных не было. Ну, тропиночки были, а именно такой прекрасный, который мы нашли, не было. Вот, вон, с кубу. Слушайте, ну, мы сделали много крутых фоток. Очень, даже вот так вот похожу. Очень большой дуб. Я надеюсь, что это дуб. Я, короче, в деревьях полный дуб, поэтому, наверное, это дуб. Но даже если нет, короче, пофигу. Дерево в натуре крутое. Очень классное. Идем дальше. А это, друзья, у нас, знаете, что? А это у нас дуранта, прямостоячая. Интересное название для растений. Ребята, вот мы с вами нашли, что? Правильно, это что? Правильно, это виноград обыкновенный. Вот он, красавчик. Смотрите, а это у нас что? А это у нас инжир. Инжир у нас откуда упоминается в описании растений царицинских оранжерей с 1772 года. Поэтому вот такой вот у нас инжир. Скуб, не будь инжиром. Смотрите, мы вот нашли здесь вот такой олеандр обыкновенный. Скуб, тебе нравится он? Скуб, он не очень зашел. Ладно, пойдем дальше, Скуб. Пойдемте дальше. Наверняка вы в своей жизни пробовали баклажан когда-нибудь, ну или по крайней мере о них слышали. Так вот, как он выглядит. Вот это баклажан настоящий. Ребят, смотрите, какая лысая бругмансия. Немаловажным плюсом, который, я думаю, стоит отметить, в Царицыно много туалетов. Вот, это на самом деле облагоустроенных нормальных туалетов, что для такого большого парка на самом деле хорошо. Поэтому здесь с этим проблем нет. Здесь их достаточно много и можно там открыть, не знаю, там, либо подойти к карте какой-то, к стенду, либо открыть какой-нибудь тугис и посмотреть. Поэтому это является плюсом и это действительно, ну, как бы, хорошо. Поэтому прям 5 баллов. Решили мы устроить небольшой привал, покормить Скуба. У нас это уже отработанная тактика. Когда мы с собой берем Скуба в 10-километровое путешествие, то мы обычно берем еще ему еды и где-то делаем 2-3 привала, в которых, собственно, он получает свою порцию корма. И он тогда ведет себя намного спокойнее. Он очень спокойный пес. Он ведет себя еще спокойнее. Не пищи, Скуб. Только говорю, что ты спокойно себя ведешь, что я, блин, типа из-за тебя людей обманываю. Ведет себя спокойно или нет. Ну, короче, мы его подкармливаем. Здесь привальчик. Сейчас немножко, может быть, даже сделаю контент для браслетов. И пойдем дальше. Самое главное, когда устраиваешь такой привал, главное не разлежаться. Потому что можно разлежаться. Погода сегодня ветреная, но земля хорошо, береза. Как это, наверное, можно назвать березовый такой скверик, либо березовая роща. И что-то прям хорошо, так хорошо, что дальше идти не хочется, но идти нужно. Потому что 10 километров они должны быть пройдены. Поэтому мы сейчас пойдем добивать наши 10 километров. Точнее, не добивать, мы их только начали вообще проходить. Так, все, у нас прекрасно, прекрасно встретили березы. Идем дальше. Смотреть, что у нас еще есть интересного в Царицыно. Продолжаем наше небольшое путешествие. Смотрите, это у нас второй оранжерейный корпус. И Джессон заглядывает в окошко. Давайте только заглянем, как там круто. Так, ну вот, собственно, мы обошли второй оранжерейный корпус. Подглядели даже в окошечко, посмотрели. Сейчас мы потихонечку двигаемся нашей бандой, нашей микробандой. К первому оранжерейному корпусу. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, он получается самый большой. Хотя нет, по-моему, они одинаковые. Вот, вот мы подошли к первому оранжерейному корпусу. Вот, например, сколько я был в Царицыно, к оранжерейным корпусам я до этого не подходил. Поэтому очень интересное место. Рекомендую, если вы вдруг поедете, то можно... А нет, действительно, он такой большой. Пойдемте туда, посмотрим, что там. Так, а вот мы здесь снова подглядываем. Подглядываем. Прикольно как. А вот здесь вот есть вот такие вот... Сейчас камера не особо хорошо передает, но вот такие вот цветы. Там ходят люди. Круто. В следующий раз стопудово мы уже конкретно посетим... Специально поедем и посетим это оранжерея. Очень интересно. Там получаются цветы, но мы сегодня просто не собирались именно заходить в какие-то определенные помещения. Мы просто собирались погулять. Но я думаю, что это не первая, не последняя наша поездка сюда. Поэтому я думаю, в следующий раз мы уже конкретно по каким-то определенным местам пройдемся и заглянем обязательно. Потому что в оранжерею там очень красиво. Мы сейчас подглядели немножко через окошко. Я вот, например, не был ни разу. И мне очень понравилось то, что я увидел. Я бы хотел еще вживую видеть поближе. Кстати, Джесс подметил тот факт, что когда мы последний раз были в Сокольниках, то там было очень много людей с собаками. Здесь, пока мы гуляем все это время, и мы со Скубом не встретили других собак. Но мы как бы соблюдаем все правила собачников. Пакеты с собой, все с собой. Ну, как бы по всем правилам собачников гуляем. Но странно. Хотя нас, ну, как бы пропустили абсолютно спокойно. Интересный факт. Вот мы сейчас прошли в Виноградную оранжерею. И там какой момент? Вот как раз там мы спросили, можно ли с собакой на руках. Даже с маленькой, с маленькой, нет. Поэтому, если что, если вы вдруг соберетесь в оранжереи, в какие-то посетить Царицыно, то лучше без собак. Кстати, мы сейчас вот прошли по вот этому мосту. И у него, собственно, название такое. Горбатый мостик. Поэтому, ребятки, мы сейчас по горбатому мостику прошли. Сейчас увидели интересную картину. Сейчас вот проедет как раз вот этот электрокар экскурсионный. Там есть места, где вот сзади вот сейчас. Можете сзади. У них, собственно, типа включается вот эта колонка, да, которая говорит там, что и где, какое здание проходило. И так прикольно там сидела чувиха такая, ну, как бы женщина с пивасиком такая, короче, сидела, прям держала этот пивасик, по-моему, полторашка какая-то. Она прям вслушивалась в это, короче. И, ну, интересная на самом деле картина была. Вот, поэтому можно, можно посмеяться от души, когда видишь таких интересных людей. Кстати, сейчас вот проходим буфет. Я там взял пирожочки, сосиску в тесте и еще бревоши, как-то так он называется. Но да, дать должное. В том буфете девушка, которая работает, мы спросили, можно там пирожочек с мясом. Ну, я спросил в джессон детоксе, можно ли пирожочек с мясом там еще что-то. Она предупредила, что эти что-нибудь, что именно те не свежие. И посоветовала, которые свежие. Это, на самом деле, достойное уважение. Поэтому девочка, которая работает в том буфетике, молочина. Мы сейчас, я думаю, спустимся и посидим где-нибудь там, где-нибудь там под деревом, покушаем в этом прекрасном, в этом прекрасном месте. Вид просто обалденный. Устроили мы привал. Небольшая сосиска в тесте 180 рублей. Цены, конечно, отвратительные. Ну, а что делать, когда хочется кушать. Тем более, мы гуляем много. Поэтому, если что, приготовьтесь, что цены не дешевые на какие-нибудь перекусы. Красиво, колокола. Это большой мост через овраг. Мы здесь устроили небольшой привал. 5 километров пройдено, да, скуп. Еще 5 километров. Как я уже говорил, когда такими спринтами ходим, да, по 3-4 километра и привал делаем, то и не устаем, и скуп не устает. И, собственно, цель в 10 километров можно достигнуть гораздо быстрее. Поэтому продолжаем идти дальше. Так, вот мы с вами дошли до... Это средний царицинский пруд. Их тут есть еще нижний и верхний. Смотрите, какая красота. Сейчас мы пойдем прогуляемся до... Вон, тех катамаранчиков, которые стоят. Посмотрим, что там, сколько стоят. И... Ой, а вон фонтаны. Великолепно. Сейчас мы здесь прогуляемся. Смотрите, какое красивое ромашковое поле. А это у нас пруд. Только что чуть не утонули на катамаране. Короче, мы тут успешно... Успешно гребем. Это, получается, средний пруд. Их тут, получается, верхний, нижний и средний. Это средний пруд. И стоимость, короче, этого удовольствия... Тысяча рублей за двоих вместе с собаком. Вместе с собаком. Вместе с собакой в час. Вот, поэтому... Ну, почему бы не покрутить педали? Тем более давно я этого не делал. Можно прямо поставить. У нас случился сейчас небольшой эксцесс. Мы чуть не потонули на первом катамаране. Отплыли. Он сломался. Мы крутили педали. Они чуть не крутились. Нам молодой человек хорошо сказал, что... Блин, катамаран наш тонет. Надо возвращаться обратно. Поэтому вот так. Скуп, я надеюсь, у тебя нет речной болезни. Скуп прям конкретно прижался. Но мне кажется, ему нравится. Он, конечно, такой напряжен сейчас. Но... Но... Мне кажется, нравится. Скуп, надо справляться с препятствиями. Поэтому все нормально. Так. Мы вот эта штука рулим. Оп. Поворачиваем. Теперь немножко ее выравниваем. Так, 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 так. Отлично. Ну и, собственно, по прямой поплыли вот к той арке. Класс. Интересная, кстати, вот эта штука. Мне, если честно, понравилось ее управлять. Так, главное не сесть. Так, главное не сесть на мель, как нам сказали. Так, 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 так. Давай ты крути быстрее. Уходим, уходим. Главное не сесть на мель. Есть, есть. Валим. Так. Да, блин, не так просто. Вот можно вообще... Как нам сказала девушка, можно сесть на мель легко. И лучше сильно к берегу не приближаться. Так, и забыть и не заплывать, потому что там уже идет другой пруд. Но здесь, я думаю, мы на мель не сядем. Короче, вот прикольная эта тема. Плюс там сзади, по-моему, все два места. Скуп вроде бы освоился нормально. Так, а мы можем вон туда попробовать поплыть. Что там? Царицыно. Великолепное место. За один день вот так вот, за один поход не окучить. Нужно несколько. Поэтому в следующий раз, я думаю, мы отправимся в Оранжерею. Уже заглянем внутрь. Посмотрим на эти великолепные цветы. Ну, а пока остается крутить педаль и радоваться жизни. Так, сейчас мы попытаемся догнать, догнать вот этих чаек. Так, есть. Чайки мы вас почти догнали. Быстрее крутим, быстрее. Вот что значит уметь летать. Капитан, плывем до Буйков. Капитан, Кэп, плывем до Буйков? Да. Вот. К тем, где мост. Это лодочная станция. Мы сейчас покатались на катамаранах. Тысячу лет не катались. Это средний царицинский пруд. Стоимость, как я уже сказал, тысячу рублей за двоих плюс собака. Поэтому нам очень понравилось. В следующий раз мы попробуем либо нижний, либо верхний пруд освоить и покататься. Куда мы идем? Мы идем к поющим фонтанам. Сейчас я покажу. Они безумно крутые. Здесь играет музыка классическая. И просто с какой-то невероятной силой бьют беспрерывно фонтаны. Здесь очень круто. Я сейчас это покажу поближе. Ну как, джесс? Тебе нравится? Да. А тебе? Очень. Так, ну вот эти фонтаны, про которые я говорил. Поющие фонтаны. Здесь играет классическая музыка. Здесь очень здорово, красиво. И звук фонтанов, он просто великолепный. И вообще нам очень понравилось это наше небольшое микро-путешествие, как мы его называем. Я думаю, на этом выпуск закончится. Когда вы будете в Царицыно, я вам порекомендую обязательно покататься на катамаранах и обязательно пустить оранжерею, что мы в следующий раз, собственно, и сделаем. Ну, короче, пока-пока. Как всегда, после каждой мини-экскурсии, мини-прогулки и пройденных почти 10 километров, мы в джесс обычно куда-то заходим. Там мы гуляли сегодня в Царицыно. И мы сейчас продолжаем ходить в Царицыно. Зашли в итальянское кафе Меркато. Оно находится, где средний брус. Я заказал милкшейк. Его принесли очень быстро. Первый раз, я ни разу вообще не пробовал милкшейк. Его принесли очень быстро и выглядит он тоже достойно. И еще бургер. Джесс заказала лимонад без сахара. И молодой человек нормально ее проконсультировал, так как она на детоксе. Ей предложили без сахара. И это обслуживание на самом деле радует качество и уровень. Сейчас мне еще принесут бургер. Если он мне понравится, то, конечно же, 5 баллов мы поставим и на Яндекс.Карту, и на Тугис. И посоветуем сюда сходить. Еще немаловажный фактор для нас является тот, что мы путешествуем с собакой. И мы спокойно зашли в Меркато. И нас спокойно пустили. Поэтому со Скубом здесь можно. Скуб ждет. Ну, мы его немножко покормили. Я жду свой бургер. Великолепный милкшейк. Он просто обалденный. Первый раз пробую. Не понимаю, почему я до этого не отказывался себе в удовольствии попробовать милкшейки. Ну, короче, кафе Меркато. Прямо 5 баллов. Так, ну что, я дождался свой бургер. Сейчас посмотрим. Милкшейк просто обалденный. Бургер. Сейчас давайте сначала с картошечки начнем. Картошечка, ну что надо. Сейчас попробуем. Так, теплый уже хорошо. Скуб ходит. 5 баллов, 5 баллов. Меркато, вы прям красавчики. Отметим обязательно вас. Вот это итальянское кафе Меркато, в котором мы только что были. Прямо 5 баллов. Обалденно. Я вкусил, точнее, получил эстетическое наслаждение от бургера. И, собственно, мы идем дальше до дошагивать наши шаги. Вот. Понравился выпуск? Не забудь треснуть там лайкос, колокол, что-нибудь там, не знаю.